Привет, друзья! Варфейсу 11 лет, и по этому случаю на основной сервер установлено праздничное обновление. Внутри вас ждет множество всего интересного, а главное — это новое событие «Вызов». Сейчас расскажу обо всем, так что устраивайтесь поудобнее и давайте начинать! Начнем, конечно, с нового события «Вызов», которое неспроста так называется. Перед началом сражений вам предстоит выбрать фракцию «Варфейс» или «Блэквуд». Подойдите к выбору ответственно — это повлияет на игровые награды. После выбора приносите как можно больше очков выбранной стороне и делайте все возможное, чтобы вместе завоевать уникальные награды. Все участники события, которые выбрали фракцию, получат в награду оружие ближнего боя. Какое именно и в какой расцветке зависит от того, чья сторона победит. Например, если в событии победит «Варфейс», у всех будет оружие с символикой этой фракции, независимо от того, в какой команде вы находились изначально. Ну а участники фракции, которая победит в событии, получат уникальное достижение. Кроме того, за определенный вклад в прогресс фракции игрок сможет получить дополнительные достижения. Для того, чтобы набирать очки фракции, вам нужно будет сражаться в командном арсенале. Как и в прошлых событиях, вам предстоит пройти череду оружейных моделей и набрать максимальное количество командных очков за устранение противников. На картах режима действуют динамические точки возрождения. После смерти персонаж возрождается в случайном месте поблизости от союзников и неуязвим в течение небольшого времени. Игра в режиме идет на равных условиях. Все игроки имеют одинаковое снаряжение, проходят одинаковую цепочку оружия и на старте начинают с одинаковых пушек. Чтобы перейти на новый этап и автоматически получить новое оружие, можно совершить два устранения. Сражаться предстоит на картах ангар, заправка и пункт назначения. Последняя была визуально изменена, теперь она в стилистике дня Warface. Вы встретите элементы и атрибуты праздника, экраны со скриншотами значимых игровых событий, воздушные шары и массу пасхалок, которые особенно придутся по душе ветеранам игры. Побеждает та команда, которая первой наберет 200 очков вместо 150, как это было раньше. А если никто столько не наберет, исход противостояния решит таймер. Ликвидация врага тоже немного изменилась. Последнее оружие из цепочки будет приносить 10 очков вместо одного, что позволит самым опытным игрокам внести весомый вклад и привести свою команду к победе. А еще теперь игрок будет видеть, какое оружие он получит следующим, чтобы иметь возможность планировать дальнейшие действия и тактику на несколько шагов вперед. Но внести вклад в победу фракции можно не только на PvP. За прохождение некоторых спецопераций вы тоже получите заветные очки. PvE игроки смогут заработать валюту и прогресс, играя в спецоперации Вулкан, операция Блэквуд, Ограбление и Гидра. При этом валюта начисляется только за первое успешное прохождение в день в быстрой игре. Для Вулкана, например, можно получить суммарно до трех наград за миссию. 60, 90 и 130 монет черного рынка за прохождение на сложностях легко, сложно и профи соответственно. Прогресс фракции же начисляется за все матчи. А теперь давайте подробнее поговорим о наградах. Как я говорил ранее, если вы окажетесь на стороне победителя, то вас ждут награды в виде настоящих оружейных шедевров. Нож Охотника Кратор или Боевой Тесак Кратор. Независимо от выбранной фракции, вы получите оружие победившей стороны. Кроме того, в игру добавлена одноименная оружейная серия, вдохновленная спецоперацией Вулкан и Днем Варфейс. На каждом экземпляре красуется цифра 11. Это символ очередного дня рождения Варфейс. Серия украшена узорами, которые придают ей элегантный и стильный вид. Но не стоит думать, что внешние качества оружия серии Кратор является ее единственным достоинством. Серия включает в себя Эсэй Гелион, Бенели М2СП, Таурус, СТ-9G2 и Келтек РДБС. Идеальный выбор, если вы ищете оружие, которое не только будет эффективным в бою, но и вызовет восхищение у ваших товарищей по команде. Еще в игре появился набор снаряжения в стилистике праздника с уникальной анимацией – шлем и перчатки Инферно. Новинки не только имеют впечатляющий внешний вид, но и характеристики. Шлем имеет хорошую защиту от пуль, снижает урон от взрыва и снайперских винтовок, а также позволяет обнаружить вражеские противопехотные мины. Перчатки же повышают защиту рук, скорость перезарядки и смены оружия. Но и это не все новинки. В игру добавлено новое устройство для штурмовика «Адреналин», которое можно приобрести в магазине события. При его использовании персонаж мгновенно восполняет 75 очков здоровья и продолжает его восстановление в течение двух секунд. Используя моды, вы можете увеличить длительность эффектов и получить дополнительные бонусы, повысить точность стрельбы, скорости перезарядки и смены оружия и даже получить дополнительный заряд. Для упрощения использования устройства вам может пригодиться кнопка быстрого доступа. По умолчанию она установлена на клавиши «Ай» или «Оу», но вы сможете самостоятельно настроить адреналин на любую удобную для вас кнопку через настройки. Используя кнопку быстрого доступа, можно быстро активировать устройство и автоматически вернуться к использованию основного оружия. Мы планируем добавить адреналин в рейтинговые матчи, но сперва нужно убедиться, что все работает идеально и данное оборудование не нарушает баланс игры, поэтому точные сроки добавления пока не ясны. Также новинкой этого события является обновленная витрина. В нее добавлена прогрессионная шкала наград. Активация происходит с помощью валюты события. Витрина автоматически обновляется каждые сутки, а каждая активация обновления заполняет шкалу прогресса. На 100% прогресса вы получите эксклюзивное предложение – возможность бесплатно забрать один из четырех ценных товаров. После выбора прогрессионная шкала обнуляется, а вы получаете возможность вновь ее заполнить и получить новое предложение. Количество предложений не ограничено. Поскольку товары из предложения выбираются случайным образом из списка, возможны повторы. На витрине под первой карточкой вам всегда будут выпадать товары со 100% скидкой. Вы сможете забрать их бесплатно. Среди этих товаров карты для оружия новой серии Кратер и детали. За остальными карточками скрывается контент из прошлых обновлений. Скидки варьируются и могут достигать 40%. Все позиции приобретаются за валюту события. Для получения оружия серии Кратер необходимо 1200 карточек той модели, которая вас интересует. И помните, по завершению события вся неистраченная валюта попросту исчезнет, так что не забудьте все потратить. И не забывайте о контрактах, ведь это не только возможность заработать валюту события для получения множества наград, но и мощный инструмент для оказания своей команде помощи в наборе очков фракции. Все еще сомневаетесь, принимать ли вызов? А что если я скажу вам, что с 12 апреля по 14, а также с 17 по 19 апреля игроки смогут получать на 50% больше опыта и варбаксов, а с 14 по 16 апреля количество опыта и варбаксов будет увеличено аж на 200%. Да, и не забывайте про счастливые часы, их никто не отменял, бонусы суммируются. Более того, с 12 по 19 апреля при запуске варфейс можно получить до 40 коробок с разными агентами, а в игровом магазине по случаю праздника огромные скидки. Например, вы сможете найти золотые версии некоторых пушек за 700 кредитов, а элитные за 19 950 корон. Помимо этого вам станет доступен метательный томогавк, не упустите возможность получить это редкое устройство. Для коллекционеров также добавлено снаряжение триумфата, наградной бронежилет, ряд достижений и брелок. Также до 17 апреля вам будет доступен ряд золотых пулеметов и легендарные пушки из разных оружейных серий. АК Альфа, Тайфунов 12, Крису Препикастов и Кракен. А для тех, кто хочет испытать удачу, мы приготовили коробки с различным оружием со скидкой до 80%. Любители разнообразной внешности тоже не проходите мимо. Отряд Блэквуд, Отряд Оборотни, Отряд Арахнит и Отряд Абсолют можно урвать с огромной скидкой в 60%. Ко всему прочему, в Warface стартовали новые сезоны рейтинговых матчей, боевого пропуска, престижей, так что поводов зайти в игру предостаточно. А на специальной промо-странице вы сможете забрать 4 золотые пушки сроком на 14 дней себе на аккаунт. Ссылка будет под видео. Ну и напоследок расскажу вам о некоторых ошибках, которые мы устранили. Прежде всего, мы разобрались с появлением фризов во время переключения классов на складе, а также пофиксили падение FPS при использовании дымовых гранат. Еще мы глобально переработали параметры освещения. Теперь отражения на различных поверхностях отображаются более корректно. Кроме того, были исправлены проблемы с загрузкой текстур на слабых компьютерах и улучшена обработка света при выборе низкого качества шейдеров. Коктейль Молотова теперь корректно работает. Раньше он мог гореть не только в месте взрыва, но и в месте отскока, а при столкновении с моделькой бойца огонь следовал за персонажем. Каньон разоблачения тоже была исправлена. В текстуры вы больше не провалитесь и респауны работают как нужно. Об этих и других улучшениях читайте подробнее на нашем сайте в разделе новости. На сегодня это все, а я еще раз хочу сказать спасибо вам за то, что столько лет с нами, разделяете наши праздники и не только праздники. Пишите обязательно как вам события, заходите на промо-страницу и в игру, забирайте подарки, все ссылки будут в описании под видео и не забывайте подписываться на наши социальные сети. На ютубе, вконтакте, в телеграме, в дискорде мы есть везде. Ну а я с вами не прощаюсь, еще обязательно увидимся.